Новый проект в Содружестве пяти колец запустило представительство Национального Олимпийского комитета в Брестской области в свой день рождения. Спортивно-образовательный марафон представляет собой цикл встреч в библиотеке имени Горького с известными спортсменами Брещины, победителями чемпионатов мира и Европы, обладателями заветных наград на Олимпийских играх. Областная библиотека имени Горького вместе с нашим давним хорошим партнером, представительством Национального Олимпийского комитета в Брестской области решили провести областную акцию на тему «В Содружестве пяти колец». Эта акция посвящена 25-летнему юбилею Национального Олимпийского комитета Белоруссии, который мы отмечаем сегодня, и предстоящим 31-м летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. В новом проекте традиционной осталась лишь целевая аудитория, учащаяся общеобразовательных учреждений и студенческая молодежь. И это не случайно. Олимпийские ценности прививаются через символы торжественной церемонии, интеграцию олимпийского образования в школьную программу и в неклассные мероприятия. А потому, даже если эти юноши и девушки не изберут для себя путь профессиональных спортсменов, они будут настоящими фанатами белорусского спорта и активными приверженцами здорового образа жизни. Есть о чем рассказать. И хотелось бы, чтобы эти маленькие начинающие спортсмены, люди, может те, которые постарше, взяли для себя что-то ценное, что-то хорошее, пошли по нашим стопам. И всегда, конечно, присутствует надежда, чтобы медали у них были выше достоинством и их было намного больше. Белорусский спорт находится на пороге стартов, побед и открытий. Впереди очередные Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, которые определят новых отечественных фаворитов. Сегодня счет идет на лицензии и право участвовать в соревнованиях межконтинентального масштаба. Всего мы говорим о 12 спортсменах, которые уже сегодня претендуют на попадание. Но, например, тот же Юрий Щербатцевич, который первым от Брестской области завоевал лицензию, но он завоевал лицензию для нашей команды, но не для себя лично, как это, например, делается в гребле. Поэтому будет Юрий Щербатцевич готов на 100% и победит у своих соперников по команде и выиграет это право, значит, он поедет. 25 лет для мировой истории – это всего лишь миг. Для истории спортивного коллектива – еще одна страница, которую необходимо перевернуть для того, чтобы продолжить двигаться вперед. За 25 лет сменилось не одно поколение атлетов, которые своим упорством, своей силой и мощью смогли принести в белорусскую копилку несколько десятков наград разного достоинства. Дальше будут новые награды и новые успехи.